Привет! Я продолжаю освещать события, связанные с бандитским нападением России на Украину. Этот мой репортаж будет состоять из трех частей. Россия, империя зла, русские войны, Молдавия, Чечня, Грузия, Украина, кровавый Вован и его банда. Кто следующий? Что будут делать страны НАТО, если кровожадный Путин и его банда все-таки захватят Украину? Какой будет следующий шаг? А также преданим судью тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против нервных жителей, в том числе и для украинских... Сегодня я встретился с Хусейном Исхановым, соратником Масхадова и Дудаева. Этот человек прошел 12 лет войны. Хусейн уже 18 лет живет в Астрии и возглавляет Чеченский культурный центр. Раз, два, три. Раз, два, три. Спасибо большое. Теперь я хотел... Раз, два, три. Добрый вечер. Добрый вечер. Он не добрый, но вечер. Добрый, да. Ну просто вечер. Он просто вечер. Очередной вечер. Второй вечер войны. Немцы, когда здороваются, сокращают вот этот добрый, убирают. Просто Abend, так далее, Tag. Говорят, как бы, надо подразумевать, что это вечер, добрый вечер. Ну, американцы тоже. Они говорят evening. Они не говорят good evening, они говорят evening. Да. И нам надо сейчас учиться говорить коротко. Да, да. Я про этого Карамурзо хотел сказать. Да, я сегодня слушал его на какой-то передаче. Даже не обратил внимания, какая передача была. А, на дожде, по-моему, на дожде. В машине ехал, слушал его. Да. Вот он говорит, вот мы там хотели обратиться, но требуем, чтобы Путина, да, Путина пригвоздить. Путина, чтобы там Россию, русских не трогать, да, народ не трогать. Как это Немцов якобы так говорил, что вот народ не трогать, а только Путина. А вот интересный, да, посыл такой, только народ не трогать, а народ, который сидит в танках, их не получает зарплату, отправляет домой, да, убивают людей, отправляют там на вороны. Вот с этого мы начинаем сейчас. Я это вставлю. Мы начинаем свою встречу. Сейчас 4 часа 55 минут нью-йоркского времени. Я вас уже всех познакомил с Хусейном Исхановым. Это боевой командир чеченский, который прошел две чеченские войны и сейчас живет в Австрии, потому что не может жить на родине из-за ставленника Путина, который при помощи российской армии держит людей в повиновении. Как долго это будет происходить? Сейчас я задам вопросы Хусейну и мы начнем так. Так, я бы хотел, прежде чем мы начнем, я бы хотел поправить немножко, ну, в смысле, там, мы называем войну, да, не чеченская. Она русско-чеченская, между Россией и Чеченской республикой, и Чкерия. Если мы говорим чеченская война, это можно подразумевать, что это гражданская война. И еще одно я хотел сказать, что я нахожусь за рубежом не из-за того, что там ставленник, а из-за того, что была война и моя родина оккупирована. Сегодня мы, как бы, я пытаюсь здесь... Оккупирована российской армией? Конечно, оккупирована российская армия, да. Которая пытается сейчас оккупировать Украину уже. Это хорошее дополнение. Это очень важно. Спасибо. Это очень важно. Потому что, в конечном счете, вот эта война тоже будет называться украинская война. Да. А ее надо называть Российская захватническая война. Вы знаете, даже не Российская. Я вот хочу просто вот, когда, например, говорят, да, русские титульная нация, когда говорят, что русский народ, там, образующий, там, государство образующие, русские березы, русские поля, это все, это когда русские писатели, поэты, ученые любой национальности, да, русские хотят, чтобы они были русскими, спортсмены, там, чеченские, дагестанские, у них всегда русские спортсмены. Все еврейские писатели, ученые, все, которые жили в Советском Союзе. Записаны русскими. Русскими, да. А почему-то вот... Чемпионы мира по шахматам. Да. А когда надо отвечать за свои поступки военные... Они превращаются в иностранцев. Получается тогда в российские, да, тогда... Это мы все виноваты, кроме самих русских. Это тоже надо всегда подчеркивать. Пусть знают, что люди понимают, что виноват в этой всей этой трагедии, во всей этой истории русский народ, от имени которого это делается, от имени. И якобы ради русских... Путин же говорит, я хочу спасти русских людей, да, в Украине, там, русских... Русский народ обижает геноцид над русским народом. У нас так война началась, и в Украине тоже сам геноцид над русским. Раз такое дело, давайте говорить прямо, что это русско-украинская война, которая сейчас идет. Хорошо. С разными людьми, но у меня шире, а у Хусейна военный опыт, поэтому у нас должен хороший разговор получиться. Вот такой вопрос. Бандит Путин обратился сегодня к украинскому народу, чтобы армия сдавалась, чтобы армия переходила на его сторону и выгнала, понимаешь, там, еврей-президент. Поэтому он не может сказать, что он фашист. Ну, он говорит не фашист, а он говорит наркоман. Ну, надо что-то говорить. Он может сказать, что он гомосексуалист, он все что угодно может сказать. Хотя у меня есть большое подозрение, я, конечно, не знаю точно, но Путин точно похож на гомосексуалиста. Он уже давно этим видом спорта занимается. Он как самбо бросился. А вообще, может, он когда и самбо занимался, придавливал там ковру, придавливал и получал возбуждение, и кончал. Я хочу, чтобы люди этого слышали. Так вот, в Украине, в Украине, в 2014 году он мог выиграть легко войну. Потому что в то время около 25, а может и 30 процентов населения Украины считало русских братьями. А может и больше, может и 40 процентов. Сейчас процентов 10-15 все равно есть. И я их знаю в некоторых. Это пятая колонна. Когда Россия вероломно напала на Чечню. Была в Чечне пятая колонна. Это важный вопрос. Ну, конечно же, была пятая колонна. Была во время войны. Я имею ввиду конкретно среди чеченцев. Нет, чеченцев тоже, конечно же, были. Там и русские жили, да. Нет, русские там не столько роль играли, да. Как они нашли среди чеченцев вот этих людей, которые якобы какую-то оппозицию создали. Которая два или три раза попыталась изменить режим. Свердить режим Дудаева, ну не режим, а закон избранного президента Жохара Дудаева вооруженным путем. Причем, что первый раз вошли в грозы через микрорайон, но в этот же день были разбиты. Второй раз 26 ноября 1994 года уже с 50 танками Таманской и Кантемировской дивизии, с экибажами русскими военными, майорами, капитанами, подполковниками из Таманской дивизии и Кантемировской дивизии. Они вошли в город Грозный при поддержке пехоты из чеченцев, да. То есть они на вас пустили самые свои гвардейские войска отработали? Да, а потом эти гвардейские войска через два часа были разбиты, да, три часа. Мы подбили все танки, которые зашли, кто успел убежать, убежал. Какой, одну секунду, очень важный вопрос. Какой опыт у тебя, боевой опыт к тому времени был? Только твоя армия и все, да? Ну да, нет, на тот период я уже побывал на одной, на двух даже таких войнушках, да, небольших, внутри уже республики, где мы вот бились с этими оппозиционными, как бы вооруженными людьми, серьезно, причем что с применением артиллерии, танков уже на своей территории. А потом уже, после того, как мы их разбили, я был там немножко раненый даже, вот такой небольшой опыт был. А 26-го, это уже третий раз в моей жизни был такой небольшой опыт ведения войны, ну а потом две войны еще, да. Ну теперь все совпадает, потому что, честно говоря, я был немножко, я не хочу всем сообщать твою гражданскую специальность, потому что не надо людям это говорить, не надо. Ты в своих программах это говоришь, я не хочу. Потому что люди, знаешь, людям голову задурить, им одно слово скажешь, они обязательно, я когда пишу, они не смотрят смысл то, что я пишу. Говорят, вот ты здесь ошибку сделал, тут вместо АО надо написать. Это все, что они видят. Понимаешь? Так вот я думал все-таки, ты начал серьезную, как говорится, и ты уже командиром был. Я подумал, ну где-то у тебя должен был быть опыт, кроме армии. Вот, я понял теперь, я понял. Вот, хорошо. Значит, ну давай еще по сегодняшнему вопросу. Вот сегодня Кадыров там построил на площади, они говорят, 12 тысяч. Ты эту площадь знаешь, это в твоем городе площадь. Может там больше 5 тысяч не помещается. Ну много-то, много. И они такие настроенные. Вот что ты насчет этого скажешь? Ну, это, знаете, такой фейк, да, такой вот раскрученный какой-то имидж. Имидж, пиар, это самый натуральный пиар. Это абсолютно не воины, да. Эти люди, которые там стоят, ну да, они, может, чеченцы по национальности орут, может быть, сильно. Но у них нет никакого боевого духа, потому что это предатели. Эти люди, которые стали на сторону армии, которая вчера буквально убивала их матерей, насиловала сестер, там, детей убивала, стариков убивала. Как можно на стороне этой армии сегодня такой бравадой там кичиться тем, что у них есть русское вооружение, там, русская военная форма. Это все такой мираж, который вообще не надо никакой расчет брать. Что их двигает? Их двигает жажда денег? Их двигает зарплата. Я вот вам скажу, да. В Чеченской Республике за время, вот это время, построено 1400 мечетей. Но ни одного завода, ни одной фабрики не построено. Не построено умышленно для того, чтобы не создавать рабочие места, и чтобы люди не могли зарабатывать. Единственный способ заработать в Чеченской Республике, это пойти или в армию, или в полицию, или в Росгвардии, в общем, одеть погоны, взять автомат в руки. Вот это единственный способ заработать деньги. Остального нет. Остальные люди, которые не имеют работы, ездят в Сочи, в Москву, везде там, зарабатывают, подрабатывают сторожами, охранниками. Многие люди знаю, которые выехали за пределы и работают в поисках пищи. А в самой Республике абсолютная безработница, там, наверное, 80% молодежи вообще не имеет работы. И деваться некуда. И в мирное время, конечно, человеку, ну, думает, а пойду там, посижу, пойду, ну, потаскаю с утра до вечера автомат, получу зарплату, накормлю семью. Вот такое, у них такое движение там, в принципе. Они не то, чтобы любовь к России, там, еще что-то такое, умереть за Россию. Это, эти крики, потом они чуть в сторону отходят, говорят совершенно по-другому. Они ненавидят эту систему, ненавидят эту власть. Вы видите, придет время, они покажут, что они не любят ни русскую армию, ни русскую власть, потому что память у человека, да, не отшибла. Они помнят, как их отцы, матери были унижены этой же армией, в которой они сегодня состоят. Я думаю, что эти люди просто насильно заставляют пройти туда. Они находятся в таком состоянии опьянения, может быть, вот как под морфием, или как дури накурились, вот такое ощущение. Не думаю. Чеченцы такие немножко горячие, как бы сказать, такие энергичные люди, да, и там они не курят, не пьют, это однозначно. Я не то сказал. Не, не, я понимаю. А ты находишься в таком состоянии. Это состояние, это состояние, если под ружьем человек стоит, да, и в толпе, это состояние толпы. Обычное состояние толпы. Если толпа будет орать, и все будут там орать, да, независимо от настроения. То есть это вот такая вот. Я хочу для людей сейчас подчеркнуть. Вы слышали внимательно, что Хусейн сказал? Он сказал, что построили там сотни, сотни, там полторы тысячи богоугодных заведений, мечетей, и не строят заводы. И это сказал человек честный. Он мусульманин. Он признает религию мусульманскую, так или не так. Но он нормально, как нормальный человек. Поэтому он не боится это сказать. И он сказал это правильно от души. Теперь другой вопрос. Просто интересно. Знаешь ли ты, сколько же им интересно, ну я думаю, что ты, наверное, должен знать. Сколько им платят? За сколько они продаются? Сколько солдат, офицер получает? Сейчас на данный момент, не знаю, но раньше, да, раньше, когда там зарплаты были 8 тысяч рублей, то вот эти военные получали 35-40 тысяч. То есть тысячу долларов они получали? Ну, наверное, да. Тогда было 1,30, да. А сегодня, я думаю, если они согласятся пойти куда-то там на войну, им, естественно, пообещают, что не будут кидать горячие точки, какие-то охранные. Я так слышал уже, что ими будут, они будут охранять какие-то объекты. Ну, вот ты говоришь, что там уже эту... Сейчас мы будем за это говорить. Сейчас мы будем за это... Я думаю, что им платят, наверное, тысячу по пять сейчас. Ну, я не могу сказать, сколько платят. У меня нет данных, но я думаю, что неплохо платят, раз они с таким азартом туда рутся. Я бы им задал вопрос. Ну, они бы меня убили за этот вопрос, но меня убить тяжело. Я бы им задал вопрос. Почем маму продал? Ну, это мы говорим им. Это мы говорим, и это нормальный вопрос. Потому что каждый человек, который стоит сегодня за агрессором, да, переходит. Ну, если, например, даже если не так говорить, мы, вот, наше поколение смотрело советские фильмы про немцев-дураков, там, и русских умных, да. В то время даже показывали, что предатель, это вот, как это, ну, в селе, который был начальником села... Полицаи, полицаи. Да, старосты, полицаи, они считались всегда предателями. Партизаны приходили, их там расстреливали и так далее. То есть здесь это то же самое. Эта молодежь нынешняя не видела немецких, советских фильмов про немцев. У них представление совсем другое. Просто эти люди, как вот наше поколение, да, Советский Союз, воспитал пионерами, комсомольцами. Задурили голову, да. А вот теперь я задам сложный вопрос. Очень сложный. Это сейчас тяжелый вопрос. Он у меня только что родился. Ты родился где? Я родился в Казахстане во время высылки. Ссылки? Ссылки, да. Я родился в Ссылке. В 1953 году или каком? В 1956 году. В 1956 году. Мои дети тоже сейчас в Ссылке. Ты там родился. У тебя, ты не помнишь этого, потому что тебя в маленьком возрасте повезли. Но от окружающих с детства ты эту историю знал, унижение народа? Конечно, знал. Я знал. Ты своим детям эту историю рассказал? Ну, здесь я, естественно, не только эту историю, многие истории рассказываю. Но дело в том, что здесь я живу, здесь в Астрии, да, я встречал молодых людей, которые не знают про Казахстан ничего. Я хочу об этом спросить, только я более сложный вопрос, и ты будешь отвечать. Извини, что я перебиваю, но я хочу закончить этот вопрос, чтобы уже как бы тебе легче было более так объемно это рассказать, потому что я буду внимательно слушать. И всем это интересно. Ну, вот история. Практически вывезли весь народ. Весь народ вывезли. Так или не так сейчас? Да, полностью, да. Полностью. То, что происходило в этих теплушках, вагонах, люди умирали, болели, пока они туда добрались. Там их бросили где-то в степи. Это же геноцид. Исходя из этого геноцида, когда они вернулись, они должны были детям и внукам рассказать эту историю. И так же, как у евреев, вот я сейчас сделаю сравнение. Вот так как евреи, которые сейчас живут в Германии, немцы покаялись, все. Ну, я бы не жил в Германии. Я не могу жить в Германии. Ни в Австрии я не могу. У тебя другой вопрос. У тебя такое положение. И ты не еврей. Я, как еврей, ни в Австрии, ни в Германии, я ничего не имею против этих современных австрийцев и немцев. Ничего не имею. Но у меня есть генетическое зло внутри. И как вот эти вот чеченцы, вот эти внуки, правнуки, там дети, вот те, как они могли вступить в российскую армию на стороне кгбистов? Все. Вопрос. Ну, в начале, вот я когда был еще дома в 2004 году, я выехал оттуда в 2004 году, до 2004 года я был дома там в республике. И иногда встречался вот с этими ОМОНовцами, разными милиционерами чеченской национальности. А ты был депутатом тоже, да? Я был депутатом, но помимо этого я в то время был уже как бы военным опять, да, эта война началась. Какая у тебя, ты полковником был? Я был, да, да, я был в оперативном штабе, работал. И у нас... То есть ты практически был управленец такой, да? В оперативном управлении, да, не в штабе оперативного управления. Здесь у нас, короче говоря, что, ну я в гражданке там, естественно, ездил, ходил везде, там уже оккупировано все было. И я так спрашивал милиционеров, почему ты пошел в милицию? Что ты там сделаешь? Почему ты пошел? И они мне все время, мне говорили в начале, что они прошли в милицию, чтобы с удостоверением в руках помогать нашим бойцам. Чтобы проводить их, где-то что-то принести им. Семье своей помогать финансово? Ну, в основном, самим убереться, потому что там были вот эти так называемые зачистки, да, когда село окружали войсками, и мужское население, молодежь, увозили, убивали, избивали там. Для того, чтобы этого не было, люди, когда удостоверение какое-то имели, это как для них какая-то защита была. Потом эти люди начали, когда пришел уже вот этот Кадыров старший, там администрация оккупационная стала, они уже помазали их кровью всех этих людей, помазали, это более старшее поколение, чтобы они никуда не могли уйти и чтобы ответственность делились с этими людьми. То есть это потихоньку, этот процесс начинается так вначале, хорошие пожелания, да, добрые пожелания, а в конце ты получаешься сволочью, да, раз ты пошел в милицию, ежедневно видишь, вот приводят преступника, да, и ты не знаешь, он преступник или нет, но твои коллеги его бьют и говорят, вот он сволочь, там, того обидел, эту изнасиловал и так далее. Ты уже вольно-невольно начинаешь к нему, у него неприездня какая-то. Звери, звери. Потом 3-4 месяца проходишь, и ты сам начинаешь уже там бить его, пинка давать и так далее. То есть это проходит привыкание. Это стадный, стадный такой эффект. Абсолютно, да. Вот это вот, этот инстинкт в данном случае в нашем сработал, потом из этих милиционеров сделали уже каких-то русских героев, там, героев России, видите, герои России сегодня, наверное, среди этих предателей больше, чем в самой России, героев ихней армии даже. Вы уже, наверное, привыкли, что я прерываю в самом интересном месте. Смотрите вторую часть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!